С карельским гостеприимством приветствовали ребят из Белгородской области. Никто из них ни разу не был в нашей республике. Поэтому встреча началась со знакомства с таким непохожим северным краем. Школьникам рассказали о местной культуре, традициях, кухне, достопримечательностях и, конечно, о природе. А после этого полученные знания проверили с помощью викторины. Тем, кто правильно ответил на вопросы, вручили приятные призы. Всего из Белгородской области в нашу республику приехали 27 детей. Ребята с нетерпением ждут начала программы летнего интенсива. На данный момент я ожидаю хороших эмоций от всяких экскурсий. Я думаю, что мои ожидания совпадут с реальностью. Я думаю, мы очень хорошо проведем время. На самом деле мне очень нравится, и я бы даже потом еще приехала с родителями как-нибудь. Очень хочется посмотреть, как сплавляются на рафтах. Очень интересно посмотреть на горные реки, на водопады, на те же самые храмы. Очень хочется увидеть всю красоту данного региона. Также для школьников провели экскурсию по центру одаренных детей «Сириус-10». Они смогли не только побывать на различных площадках, посвященных науки, но и самостоятельно провести исследования. Ребята попробовали свои силы не только в науке, но и в других сферах. Так в телестудии они смогли побывать в роли журналиста и задать вопросы друг другу. Я бы хотела побольше узнать о направлении искусства, которое представлено здесь, и поучаствовать в различных мастер-классах. Мастер-классы какие, например? Тоже искусство. Может поиграть или полепить что-то, чтобы поесть? Все, что будет. Я готова участвовать во всем. В течение двух недель юных гостей ждет насыщенная культурно-познавательная программа. Помимо посещения образовательных мероприятий и экскурсий, школьники сдадут нормы ГТО и даже научатся готовить калитки. Ребята посетят Кижи, Рускеалу, сплавятся на рафтах по реке Шуя. У них будет множество мастер-классов. Посетят наши самые интересные достопримечательности музея в Карелии. Пусть узнают нашу страну, знакомятся с самыми красивыми уголками нашей родины, а мы сделаем все, чтобы их время пребывания было здесь очень интересным и насыщенным. Этим летом многие российские регионы принимают у себя детей из приграничных районов Белгородской области, где из-за обстрелов сохраняется сложная обстановка. Для ребят организуют отдых в детских лагерях и оздоровительных учреждениях. В нашу республику школьники приехали по приглашению правительства Карелии.